Всем привет! Меня зовут Аня Федосова. Я рукувожу обучением и развитием в Яндексе. И сегодня я расскажу вам про стажировки, зачем они нужны, какие бывают, как попасть на стажировки. И, конечно, расскажу про стажировки в Яндексе. Поехали! Про что поговорим сегодня? Поговорим с вами про то, как устроена карьера после вуза сейчас, как это было раньше. Немножко посмотрим на природу стажировок, вообще почему они появились, какие они бывают, что это такое, что мы понимаем сегодня под стажировками, чем это полезно вам, как студентам, как это помогает работодателям решать их проблемы. И расскажу про стажировки в Яндексе, про то, кого мы нанимаем в качестве стажеров, когда, как попасть на стажировку, что можно поделать в качестве стажера и какие у вас будут перспективы. Итак, про то, как устроена карьера после вуза и что сейчас происходит с рынком молодых специалистов, вас, будущих выпускников. Сейчас статистика рынка труда выглядит таким образом, что около 60 процентов россиян работают не по специальности. Что это значит? Это значит, что есть огромное количество людей, которые чему-то учились, и они эти знания и навыки на практике в в своей работе не применяют. То есть они занимаются на работе чем-то другим. Ну вот я, например, я работаю в отделе персонала, я HR, но по образованию я журналист. И, в принципе, согласно этой статистике я отношусь к тем людям, которые работают не по специальности. Плюс есть 30 процентов выпускников вузов, которые считают, что нет никакой связи между теми знаниями, которые они получили во время учебы в вузе и своей работой. То есть они такой связи не видят. Вот я к таким людям не отношусь. Я считаю, что те знания, которые я получила в университете, мне на работе помогают. И они между собой связаны. Но все равно треть выпускников – это достаточно большой процент. И, ну, это большая проблема для рынка труда, потому что это значит, что вузы, в общем-то, не всегда готовят тех специалистов, которые потом востребованы, а работодатель получает не всегда того специалиста с нужными знаниями, которые человек будет применять на практике в своей работе. Еще одна не очень радужная статистика в том, что, ну, тоже почти треть, 26 процентов россиян с высшим образованием выполняют работу, для которой такой уровень квалификации не требуется. То есть выполняют более низкоквалифицированную работу, чем предполагалось, когда они учили в УЗИ. Ну, предположим, есть люди, которые получили высшее образование, ну, скажем, в области экономики, финансовой или педагогики. Предполагается, что они выполняют высококвалифицированный труд, но при этом, например, они работают парикмахерами или флористами. Такое бывает, это нормально, но, в принципе, такая работа не обязательно требует диплома. И еще одна проблема для современного рынка труда в том, что около трети выпускников ВУЗов не могут найти работу в первый год после окончания высшего учебного заведения. В нашей стране эта статистика не самая печальная. Есть страны, где проблема гораздо более серьезная, например, там Франция или Канада, там в этом смысле выпускникам еще труднее. Но, тем не менее, треть выпускников испытывают сложности с поиском работы после окончания высшего учебного заведения. К чему все это приводит и какой при этом мы имеем ландшафт с точки зрения работодателей? С точки зрения работодателей ситуация выглядит таким образом, что несмотря на то, что есть выпускники, которые не могут найти работу, огромное количество людей хотели бы устроиться, но, к сожалению, не могут себя вовремя применить, то есть долго занимает процесс поиска работы. Работодатели в это время испытывают дефицит кадров. Это такой небольшой парадокс, но, тем не менее, вот мы в нем существуем. И более того, сейчас исследователи говорят, что в некоторых специальностях этот дефицит кадров будет усиливаться. Вот есть такой источник знаний для вас, который, наверное, многим известен. Он называется «Атлас новых профессий». Вот в этом «Атласе новых профессий» перечислены те специальности, которые будут востребованы в ближайшем будущем. То есть для современных студентов и для тех, кто еще не поступил в ВУЗ, это такая подсказка, которая поможет снавигировать в отношении того, куда можно себя применить, какие профессии будут наиболее востребованы, какие навыки имеет смысл приобрести уже сейчас для того, чтобы быть востребованным на рынке труда в будущем. И одна из таких вот дефицитных областей, в которых есть колоссальный кадровый голод, это IT-специальности. Ну вот на сегодняшний день около миллиона человек — это дефицит кадров в IT-областях. Кто эти люди? Вот кто этот тот миллион, которого не хватает? Это разработчики, ну то есть программисты, дизайнеры, инженеры, специалисты по машинному обучению, по анализу данных. В общем, то, что мы называем такими IT или digital специалистами. Есть и другие области, в которых сейчас также есть дефицит кадров и который будет усиливаться в ближайшие несколько лет. В медицине, в биотехнологиях, в биоинформатике, в фармацевтике существует большая нехватка высококвалифицированных специалистов, несмотря на то, что, опять же, в России выпускается вроде бы достаточно большое количество выпускников медицинских вузов и медиков. Вот именно медиков у нас хватает. У нас не хватает людей, которые как раз-таки занимаются вот этим стыком медицины и технологий, которые занимаются биоинформатикой, разработкой новых препаратов, а не просто медициной, не только лечат людей. Еще одна область, в которой есть дефицит, быстро меняющаяся область — это энергетика. Энергетика сейчас перестраивается от таких традиционных добывающих отраслей в область новых современных форматов энергетики. И тут, к сожалению, у нас пока нет достаточного количества специалистов, которые смогут эту область двигать вперед, они потребуются. Еще одна область — это экология. И тут, опять же, очень востребованы высококвалифицированные специалисты и выпускники. И новая область, которая сейчас сильно развивается, особенно, естественно, в крупных городах, — это урбанистика. Все, что связано с организацией пространства, с организацией жизни людей в большом городе, тут тоже специалистов нет просто потому, что их не так давно начали готовить в высших учебных заведениях. Вот это та ситуация, в которой существуют работодатели, которые при том, что есть выпускники, к сожалению, оказываются в условиях нехватки молодых высококвалифицированных специалистов. Коллеги, мне пишут в комментариях, что все очень сильно виснет. Проверьте, пожалуйста, нет ли у нас каких-то технических трудностей. Спасибо. Теперь же, что такое стажировка, зачем она нужна и как она, собственно, помогает справиться вот с этой проблемой. С одной стороны, наличие выпускников вузов по определенным специальностям и с кадровыми проблемами, которые существуют на рынке. С тем, что у работодателей есть, ну, такие некоторые прогнозируемые потребности, потребности будущего, то есть те специальности, которые будут востребованы несколько лет спустя сегодняшнего момента. Расскажу для начала вообще, как устроена история стажировок, почему они появились, в какой момент и как эта область развивалась. Ну, неформально стажировки существует столько времени, сколько вообще существует работа, сколько существует разные профессии. Ну, можно вспомнить там мастеров, у которых были подмастерия в качестве учеников. Всегда, особенно в искусстве, у каких-то значимых фигур, у великих художников были свои мастерские, свои школы, свои ученики. И многих из них мы знаем как ученика какого-то знаменитого художника. То есть понятие само стажировки, оно не новое, но формализовано, оно относительно недавно. Оно формализовано в 20-е годы 20-го столетия, примерно в 1920-х годах, в Америке появился такой термин «интерн» в качестве дополнительной формы образования медиков. То есть это интернатура. Ну и сейчас невозможно представить себе врача, который не проходил интернатуру, просто потому что для того, чтобы практиковать в некоторых странах, в большинстве стран требуется не просто диплом об окончании вуза, но еще требуется прохождение интернатуры. То есть это неотъемлемая часть высшего образования, которая направлена на то, чтобы студент приобрел практические навыки и мог считаться полноценным специалистом. После того, как интернатура была формализована, этот опыт стали перенимать некоторые другие профессии, некоторые другие специальности. И в большинстве стран появилось такое понятие, как стажировка, которая позволяла и позволяет до сих пор справляться с некоторыми проблемами на рынке труда. Ну вот могу привести вам такой пример. Например, во Франции есть большая трудность, связанная с тем, что большое количество выпускников не могут найти работу, потому что не хватает рабочих мест. То есть очень большой дефицит рабочих мест. И как эту проблему решает государство? Государство отправляет молодых ребят, выпускников вузов работать в другие страны. Например, в представительство французских компаний в других странах. Это очень распространенная практика. Что она позволяет сделать? Вот представьте себе, молодой человек или девушка выпустились из вуза, ну скажем, 23 года человеку. И они не могут найти работу. В это время что происходит? В это время у нас рабочие места продолжают занимать, ну скажем так, люди, представители более старшего поколения. Они хорошо свою работу делают, у них большой опыт, у них есть экспертиза и, в общем, нет никаких причин для того, чтобы этих людей сменять. Но рано или поздно они уйдут на пенсию. А вот те самые наши молодые выпускники, они пока не трудоустроены, они теряют квалификацию. Они вынуждены заниматься какой-то неквалифицированной работы, подрабатывать. Ну и плюс они не приобретают никаких практических навыков в своей специальности. Это значит, что, предположим, через пять лет, когда придет время кому-то отправиться на пенсию и освободиться рабочее место, у нас не будет достаточно подготовленного специалиста. И вот государство решает эту проблему так, отправляет молодых людей, выпускников работать в другие страны по своей специальности для того, чтобы они потом могли вернуться в свою страну и уже имели, практически, опыт работы. Уже были высококвалифицированными специалистами, которые могут без проблем внедриться в компанию и полноценно начать работать. То есть их не нужно будет дополнительно обучать на рабочем месте. Отрадно, что в России с 2012 года стажировка является одной из официальных форм дополнительного профессионального образования. То есть сейчас стажировка является узаконенным способом получить высшее образование. В том числе, в том числе это одна из форм. Понятно, что и в Советском Союзе существовали так или иначе стажировки. Там ваши родители наверняка рассказывали вам про практику летнюю, существовали распределения, существовал целевой прием, существовали стажировки у медиков. В некоторых специальностях стажировки и сейчас являются неотъемлемой частью учебного процесса. Но не во всех специальностях. Коллеги, помогите мне, пожалуйста, переключить слайд. Спасибо большое. Что такое стажировка с точки зрения словаря, с точки зрения определения? Стажировка сейчас это прохождение испытательного срока после окончания высшего учебного заведения, перед тем, как этого молодого выпускника, молодого специалиста зачисляют в штат. То есть до того, как он становится таким официальным сотрудником в компании постоянным, он проходит стажировку. Еще это одна из форм производственной научной учебной практики для того, чтобы обладать специальностью или повысить свою квалификацию. Ну и здесь как раз есть примеры некоторых профессий, в которых стажировки являются полноценной, неотъемлемой частью учебного процесса. Ну вот, например, про медиков мы с вами разговаривали. У медиков есть такая понятная система овладевания практическими навыками. И начиная прям с первого курса студенты проходят практику в больнице, общаются с пациентами, учатся работе врача, в том числе на практике. Такая же форма обучения есть, например, у педагогов, у будущих учителей. Они все проходят практику в школах, вот может быть, даже вспомните, что когда вы учились в школе, к вам приходили студенты на практику. Это тоже вполне распространенный способ. Ну и невозможно подготовить хорошего учителя, если ты никогда не пробовал, никогда не заходил в класс, никогда не общался с реальными детьми. Такая же форма обучения есть у некоторых других специальностей. Вот у журналистов, например. У журналистов для того, чтобы поступить в большинство вузов на специальную журналистику, от вас уже на входе потребуют практического опыта, публикаций или, по крайней мере, какого-то предметного интереса к этой области. И в процессе обучения уже все студенты-журналисты проходят практику. Как минимум это в учебных студиях и как максимум это прям практика в живых средствах массовой информации. Без этого тоже очень трудно сказать, когда вы даете диплом, что это действительно подготовленный специалист. Нужна практика. И существуют другие формы стажировок, необязательные, которые инициируются, как правило, не вузами, а инициируются работодателями. То есть работодатели стремятся решить какие-то свои потребности и создать такой кадровый резерв из молодых специалистов, которые скоро выпустятся из вузов и придут работать. Бывают стажировки, которые проходят достаточно быстро, буквально там 2-4 недели, обычно в каникулы, чтобы не отвлекать студентов от их основного учебного процесса, от овладевания теоретическими знаниями. Бывают и долгосрочные стажировки, которые длятся несколько месяцев. Это тоже может быть летний период, это может быть такая стажировка параллельно с учебой. Они могут проходить несколько месяцев, но до полугода. Обычно это выглядит так, что студенты приходят в компанию, они работают по несколько часов в день, например, или по несколько часов не каждый рабочий день, для того, чтобы, опять же, быть в состоянии учиться. Ну и такие стажировки могут продолжаться несколько месяцев, и они, как правило, уже связаны с более глубоким погружением в профессию, с возможностью попробовать, а что значит быть менеджером, что значит быть разработчиком, а что значит быть инженером, или что значит быть продавцом, к примеру. Ну, продавцом таким высококвалифицированным, специалистом по продаже. Это такие формы стажировок, которые бывают. Естественно, это не единственное, что их отличает. Они бывают оплачиваемы, неоплачиваемы. Они бывают стажировками, которые идут в зачет учебной практики. Бывает такое, что это не требуется. Ну, вот основные деления такие. Что дает стажировка студентам? Вот для вас, как для сегодняшних студентов, ребят, которые, ну, кто-то из вас, наверное, уже попробовал профессию, кто-то еще не попробовал. Стажировка — это возможность, ну, вот окунуться в профессию, попробовать, а как это действительно работать по той специальности, которой вы учитесь. Даже если ваша учеба в ВУЗе предполагает большое количество практики, вы решаете какие-то кейсы, возможно, у вас есть проектные задания, возможно, у вас даже есть какие-то, ну, такие очень практико-ориентированные задания. Все равно тот опыт, когда вы приходите на реальную работу, в реальную компанию, коммуницируете с коллегами, понимаете, в каком контексте они живут, понимаете, что значит работать. Можете примерить на себя эту профессию и подумать, ага, вот так работают люди в моей профессии. Хочу ли я заниматься этим, ну, какое-то продолжительное время после окончания ВУЗов? Это возможность вот как раз протестировать, попробовать и сформулировать для себя, хотите ли вы этим заниматься и, может быть, выбрать какое-то более узкое направление. Ну, например, если вы сейчас студенты бакалавриата, то это возможность выбрать, например, направление, в которое вы пойдете учиться в магистратуру, уже понимая, какие навыки требуются, что вам больше интересно и что востребовано работодателями. Второе, что вы можете получить от стажировок, это опыт работы. Опыт работы, причем такой, который можно записать в резюме. Вот нам, как людям из ИЧАРа, да, тем, кто занимается в том числе подбором сотрудников, иногда бывает, ну, больно видеть резюме молодых специалистов, которые, например, получили очень хорошее теоретическое образование, отучились в хорошем ВУЗе, но по каким-то причинам никогда не пробовали работать. Это всегда для нас сложно с точки зрения еще адаптации этого человека, потому что понятно, что такой выпускник, ему потребуется больше времени для того, чтобы вникнуть в профессию, для того, чтобы понять, а что значит вот эти полученные ВУЗе навыки применять в работе. Поэтому для вас возможность это иметь действительно какой-то практический опыт и в том числе записать этот опыт в резюме. Это будет выглядеть очень выгружно и по сравнению с теми людьми, которые никогда практику или стажировку не проходили, вы будете смотреться более выгружно. Еще это возможность временно пожить в другом городе, посмотреть, как вы способны справляться с самостоятельной жизнью, ну и сформулировать для себя, что вам потребуется для того, чтобы в скором времени выпорхнуть из родительского гнезда, если вы еще живете с родителями, ну и попробовать такую самостоятельную жизнь. Почему? Потому что многие компании организовывают стажировки, ну например, в своей штаб-квартире, если вы живете не в крупном городе и там стажировок нет, или просто вы хотите попробовать переехать, то многие компании в рамках стажировок предоставляют такую возможность пожить и поработать в других городах. Ну и еще очень важная возможность для вас, когда вы проходите стажировку, это остаться работой в компании и попробовав, например, несколько стажировок в разных компаниях, вы можете выбрать и потом остаться там, где вам действительно хочется, что называется, выбрать на этом этапе уже компанию своей мечты и обеспечить себе более плавный, более легкий вход. Вас уже будут знать в процессе стажировки и вы будете уже гораздо лучше подготовлены и будете понимать, что требуется на этой работе и как вы можете быть полезны. Теперь немножко про то, что дают стажировки работодателю. С другой стороны посмотрим на стажировку. Во-первых, это помощь вузам в подготовке выпускников, в подготовке молодых специалистов. Ну и такие вот инициативы, как, например, Олимпиада «Я профессионал» дает возможность сразу большому количеству студентов получить доступ к работодателям, а работодателям получить доступ к самым мотивированным, инициативным и активным студентам. То есть вы получаете возможность пройти стажировку, пройти практику, а работодатель получает возможность, с одной стороны, помочь вузу овладеть вам практическими навыками, а с другой стороны, познакомиться с самыми классными, самыми драйвовыми студентами. Студентами, которым не все равно. Потому что, когда мы принимаем решение о том, кого мы наймем, мы смотрим не только на какие-то формальные требования, что человек где учился, что он знает, что он имеет, но еще и на его личностные качества. И, естественно, хочется видеть среди своих коллег людей, которые готовы проявлять инициативу и готовы с энтузиазмом делать то, что им интересно. Второе, какую проблему решают работодатели, это найм. Стажировки для многих компаний, ну и для Яндекса в частности, это такой серьезный источник найма лучших молодых специалистов. Я чуть позже покажу вам цифры, какое количество людей приходит к нам на стажировки. И для нас это такой важный источник и внешний кадровый резерв. Ну и третье, стажировки для работодателей, это возможность заранее познакомиться с выпускниками, посмотреть, что важно для тех людей, которые совсем скоро придут к ним работать, какие они, что они знают, что они умеют, что у них хорошо получается, и как с ними лучше работать. Потому что каждое следующее поколение, каждый следующий выпуск, он чем-то отличается. И руководителям этих будущих молодых специалистов нужно тоже адаптироваться и понимать, как отвечать на их запросы. Теперь немножко про то, каким образом попасть на стажировку, какие они бывают, какие компании их проводят, и что вам, как студентам, делать, если вы хотите пройти стажировку в компании, которая вам интересна. Ну, первый, самый такой очевидный путь – это мониторить сайты компаний. Почти все организации, которые проводят стажировки или практику, они размещают информацию на своих сайтах про это, и если вы представляете, где вы хотите работать, если какая-то одна компания или несколько вам особенно интересны, вы можете посмотреть на сайтах и податься на стажировку через сайты компании. Обычно это можно сделать прямо на сайте у тех компаний, которые стажировки проводят. Второй способ – это участвовать в студенческих олимпиадах. Что это такое? Это олимпиады типа «Я профессионала» или разные другие такие организованные олимпиады, которые проводятся для студентов. Второй способ – это участвовать в кейс-чемпионатах. Я прошу прощения, тут вот прям две опечатки на слайдах, я прошу прощения за это. Участвовать в кейс-чемпионатах, которые проводятся обычно несколькими компаниями сразу. Это такие соревнования, которых студенты ставят в условия решения какой-то практической рабочей задачи, и организаторы и работодатели наблюдают за тем, как студенты справляются, потом выбирается победитель, ну и самым активным студентам предлагают какие-то более выигрышные условия участия в стажировках. И четвертый способ – это приходить на ярмарки вакансий. Скорее всего, если вы учитесь в крупном вузе, у вас такое проходит, ну и бывают ярмарки вакансий межурзовские, которые просто проводятся в разных регионах. Это тоже хороший способ. Теперь немножко расскажу вам про то, как устроены стажировки непосредственно в Яндексе, кого мы нанимаем в качестве стажеров, что с этими ребятами происходит, и как потом они остаются в компании работать, что с ними происходит после окончания стажировок. Яндекс нанимает очень много стажеров, и вот я вам покажу статистику. За шесть последних лет мы начали проводить такие массово организованные стажировки в 2013 году. Тогда сравнительно немного стажеров пришло к нам, меньше ста человек. Это гораздо больше, чем бывает в некоторых компаниях. Ну, видите, у нас масштабы солидные, мы привлекаем большое количество стажеров и очень рассчитываем на то, что большую часть тех ребят, которые приходят к нам на стажировку, потом остаются у нас работать. В 2018 году количество стажеров уже приблизилось к 900, вот почти 850 человек было у нас на стажировке. И, ну, эти люди действительно являются нашим таким кадровым резервом, и очень-очень многие стажеры остаются у нас потом работать. И много историй есть таких, когда люди приходили к нам на стажировки буквально несколько лет назад, вот в этот первый или второй набор, а сейчас они являются уже, ну, такими состоявшимися специалистами, руководителями продуктов или отделов. Что получает стажер, когда приходит на стажировку в Яндекс? Что мы ему даем и с чем он может, собственно, выйти со стажировки? Во-первых, ну, наши стажировки оплачиваются. Сейчас это такая более-менее индустриальная норма. Большинство компаний оплачивают так или иначе стажировки, ну, потому что вы посвящаете свое время и, в общем, справедливо, чтобы вы получали за это какую-то компенсацию. Это официальное оформление записью в трудовую книжку. С точки зрения оформления стажировки могут быть оформлены по-разному. В Яндексе мы делаем запись в трудовую книжку, мы заключаем с вами трудовой договор. В разных компаниях это устроено по-разному. Иногда это может быть формой практики, учебной практики. Тогда трудовые отношения не оформляются и считается, что это часть учебы, но, тем не менее, если вы проходите стажировку не у нас и, например, не имеете записи в трудовую книжку, все равно не стесняйтесь записывать это в резюме, потому что это тот опыт, который с вами. Что еще вы получаете в Яндексе? Вы получаете классных коллег. У нас работает очень много высококвалифицированных специалистов. Они все молодые и очень сильно вовлеченные, мотивированные на то, чтобы стажеров, тех ребят, которые к нам приходят, вовлекать, на то, чтобы они решали какие-то интересные задачи и потом оставались у нас работать. Стажировки в Яндексе – это еще возможность решать какие-то серьезные рабочие задачи. Это не просто, что мы называем иногда, бумажки перекладывать. Кажется, что иногда на стажировки люди приходят для того, чтобы кому-то просто облегчить работу и какие-то неинтересные вещи решить. Вот у нас это не так. Стажеры решают серьезные рабочие задачи. Ну и многие компании действительно стараются стажерам давать какие-то проекты. Вот мы тоже какие-то проекты, интересные задачи, которые не просто погрузят вас в рабочую обстановку, не просто дадут возможность попробовать профессию, но еще и заинтересуют на дальнейшую работу в этой компании. Для тех людей, которые приходят к нам на стажировки в качестве разработчиков, то есть это инженеры и те, кто настроен на карьеру программиста или менеджера по продукту, но в технической области, это возможность понять процессы разработки в Яндексе, понять, как устроены наши сервисы, понять, чем мы пользуемся. И, в общем, ну, понять те уникальные знания и те уникальные практики, которые, ну, формируют, в общем, IT-ландшафт нашей страны во многом. Немаловажная вещь для студентов, которые к нам приходят, это тот, ну, то, что мы называем фан, и та атмосфера, в которую погружаются стажеры. У нас проходит огромное количество тимбилдингов, у нас есть развлечения в офисе, бильярд, настольный теннис, клубы по интересам, танцы, все, что вы можете себе представить. Вот это все проходит у нас в офисе и доступно в том числе и для стажеров. И мы предлагаем питание в офисе, это, ну, еда в течение дня, и плюс оплачиваемые обеды и ужины, это тоже получают наши стажеры. Кто такой стажер в Яндексе? Как выглядят эти люди? Чего они делают? Стажер для нас это полноценный член команды, который пришел к нам для того, чтобы решать какие-то задачи. Пока не имеет большого опыта, но хорошо подготовлен теоретически. У нас достаточно высокий порог входа, в том числе и для студентов, которые приходят на стажировки, то есть мы действительно выбираем тех людей, которые очень мотивированы, которые хорошо подготовлены с точки зрения образования и которые настроены на то, чтобы продолжать учиться в процессе работы и решать все более и более сложные задачи. Ну и такие задачи мы даем, мы стараемся давать стажерам те задачи, которые соответствуют их силам и интересам, для того, чтобы, ну, это была такая взаимная работа с взаимной выгодой, чтобы и стажерам, которые к нам приходят, было интересно, и в то же время, чтобы мы, как компания, могли посмотреть, с какими задачами эти люди способны справляться, насколько они быстро учатся. И третье, что характеризует стажера в Яндексе, то, что он с большой вероятностью останется работать в компании после окончания стажировки. Половина или даже чуть больше наших стажеров остаются у нас работать, и это здорово, это такое серьезное подспорье нам на будущее с точки зрения найма, и для молодых выпускников, собственно, это решение проблемы трудоустройства. Многие стажеры, которые приходят в Яндекс, они понимают, что им не нужно уже тратить время на поиск работы после вуза, они знают, где они будут работать, они понимают свои перспективы, они знают людей, с которыми они будут взаимодействовать, то есть тех, кто будет их будущими коллегами, руководителями, руководителями, ну а в перспективе, скорее всего, и частью их команды. Какие основные направления для стажировок существуют у нас в Яндексе? Я сразу скажу, что это не все направления, и вот часто меня спрашивают, а что у вас с гуманитарными специальностями, набираете ли вы какие-то других студентов, неразработчиков? Да, набираем, просто чуть меньше, поэтому я про это так специально много не рассказываю, но мы набираем стажеров практически во все отделы, во все подразделения Яндекса, и, ну, собственно, на такие стажировки тоже можно поддаваться. Основные, тем не менее, направления для нас, и наши ключевые специалисты, это те, кто занимается разработкой продуктов. В стажировках у нас открыты вот эти пять основных направлений. Это разработчик бэкэнда, это разработчик машинного обучения, фронтенд-разработчик, те, кто делает мобильные приложения, и те, кто занимается анализом данных. Повторю, что это основные направления, но этим список не исчерпывается. Мы берем стажеров и в другие подразделения, в HR, в финансы, в закупки, в маркетинг, то есть во всех подразделениях у нас есть стажеры, просто количество их меньше. Как попасть на стажировку в Яндексе, что вам для этого нужно сделать? У нас есть специальный портал, он называется ЯИнтерн, вы можете зайти на яндекс.ру.слэш ЯИнтерн и посмотреть, почитать про стажировки, про условия, почитать отзывы стажеров, можно с кем-то из них познакомиться, найдете в социальных сетях. И там же можно подать заявку на стажировку, пройти отбор, он проходит в несколько этапов, и если все проходит хорошо, если вы показываете, как вы справляетесь с теми задачами, которые мы даем в качестве испытаний, то вы приходите к нам на стажировку. Вот примерно так это выглядит. Это мероприятие, которое проходило у нас в офисе по результатам летней стажировки прошлогодней, это день стажера. Видите, у нас было достаточно большое количество людей, но, естественно, не все смогли здесь присутствовать. Повторюсь, почти 850 человек прошло стажировки в Яндексе за прошлый год. Вот, соответственно, для вас вот этот портал, эта возможность податься на стажировку. Если вы не разработчик и не подходите под те специальности, которые я перечислила на прошлом слайде, но, тем не менее, вы хотите пройти стажировку и попасть потом на работу в Яндекс, то вы можете зайти на наш сайт с вакансиями. Это яндекс.ру, раздел «Компания», и там есть вакансии, в том числе вакансии для стажеров. Они открыты в течение всего года, и в течение всего года вы можете подать свою заявку на стажировку. Даже если вам не ответит сию секунду, ваше резюме все равно попадет в базу, и когда появится возможность, вы сможете прийти к нам для того, чтобы пройти стажировку. Теперь время для вопросов. Я вижу, что уже несколько вопросов поступило в чат. Давайте буду на них отвечать последовательно, и добавляйте, пожалуйста, вопросы. Буду отвечать. Спрашивают, пишут, тут есть комментарии, что ярмарки вакансии бесполезные. Ну, я поставила ярмарки вакансии на последнее место. Нельзя утверждать, что они все бесполезные, но они, по крайней мере, дадут представление о том, в каких компаниях организовываются стажировки. Так что, если других способов податься на стажировку нет, или просто вы начинаете, вы хотите сориентироваться в том, что бывает, вот ярмарки вакансии все-таки это возможность. Отказываете, задают вопрос, отказываем ли мы многим по заявкам на стажировку. Да, у нас достаточно серьезный отбор, как я уже сказала, нужно пройти ряд испытаний. Вы можете на сайте ЯИнтерн почитать требования к стажерам, ну, и скалиброваться относительно того, какие у вас шансы на то, чтобы попасть на стажировку. Какие специалисты, кроме программистов, требуются в Яндексе, спрашивают? Требуются совершенно разные специалисты. Вот, например, у меня в отделе тоже несколько человек сейчас проходит стажировку, и такая же ситуация в разных подразделениях. Во все практически отделы Яндекса берут стажеров. И если говорить про продукты, то это, помимо разработки, это маркетинг, это развитие бизнеса, это коммуникации, это продажи, это функции так называемые бэк-офисные, то есть поддерживающие бизнес, это HR, финансы, закупки, юридический отдел. И, пожалуйста, ну, огромное количество возможностей. Пишут, я учусь на международных отношениях, но не в топовом вузе, и очень часто резюмение проходит отбор только потому, что у меня не тот вуз, что делать. Первый совет – это не сдаваться и пробовать податься на стажировки в разные компании. Возможно, ваш способ – это не напрямую, если вы тут часто получаете отказ, а, возможно, ваш способ – это как раз-таки кейс чемпионата, где у вас есть шанс проявить себя прямо в решении каких-то кейсов. И тогда вас не будут просто отфильтровывать по резюме, а будут смотреть на то, как вы решаете задачи. Попробуйте так. Ну, еще один совет – это если интересный вам работодатель набирает студентов только из ограниченного количества вузов, то попробуйте подумать про магистратуру или про какое-то дополнительное образование и контакты с теми вузами, откуда набирает интересный вам работодатель. Спрашивают, начиная с какого курса можно попасть на стажировку. Ну, мы советуем на первые два года вашей учебы все-таки посвящать время непосредственно учебе. Имеет смысл, ну, начиная с третьего, с четвертого курса специалитета, если бакалавриат, то, ну, с третьего курса имеет смысл попадать на стажировку. Но, тем не менее, можно и раньше. То есть, если вы придете на втором курсе, вам на этом основании не откажут. Просто, скорее всего, речь будет идти о летней стажировке, о стажировке в каникулы, чтобы вы могли достаточное время уделять учебе. Спрашивают, требуется ли на стажировку юрисконсульты. Не могу вам сказать точно на настоящий момент, но, в принципе, в юридическом отделе тоже организовываются стажировки, и периодически, да, мы таких студентов приглашаем. Можно ли попасть на стажировку, не имея специального образования? Не имея, ну, не будучи студентом вуза, нет, нельзя попасть на стажировку. Но, если вы имеете в виду специальное образование профильное в вашей специальности, то, ну, это может быть смежная специальность. Например, ну, вот у меня в отделе стажер, она студентка философского факультета. Понятно, что это не специальность управления с персоналом, а другая специальность, но, тем не менее, она студентка гуманитарной специальности. Спрашивают, практикуются ли стажировки для молодых выпускников уже не являющимися студентами? Да, такое возможно. И иногда мы привлекаем тех, кто уже выпустился, но, тем не менее, не имеет большого опыта работы и хочет прийти к нам на стажировку. Да, такое тоже возможно. Еще раз задают вопрос про стажировки для юристов. Ответила, вроде бы, периодически у нас бывают стажировки и для юристов. Следите, пожалуйста, за такими возможностями у нас на сайте вакансий. Ну, и можете просто отправить свое резюме с комментарием, что вы хотели бы пройти стажировку в юридическом отделе. Что делать, если я из региона? Многие компании отказывают как раз из-за того, что я из Иркутска. Ну, есть компании, Яндекс в частности, которые не ставят таких барьеров и приглашают в Москву или в другие города, где у нас есть офисы, студентов из других регионов. Это для нас нормальная совершенно практика. Мы помогаем студентам здесь найти себе жилье на это время. И, ну, это такая же стажировка, неважно из какого вы города, в принципе, условия для всех похожие. Еще способ, если вы из региона, смотреть за тем, какие компании представлены в вашем регионе, какие у них есть офисы в вашем городе или поблизости, и отдельно отслеживать возможности для стажировок там. Это просто, ну, проще для вас логистически. Спрашивают, нужны ли вам социологи, количественные исследователи, аналитики данных без программирования. Если да, то в какие отделы пойти на стажировку? Ну, короткий ответ. Да, нам нужны разные специалисты. И совет на будущее. Если вы социолог, то все-таки мы говорим о том, что вам потребуются в ближайшем будущем навыки программирования просто для того, чтобы решать какие-то сложные задачи исследовательские. И очень трудно будет без этого. Но, тем не менее, есть возможность, например, пойти на стажировку в маркетинг для того, чтобы организовывать маркетинговые исследования, не проводя их самостоятельно, а заказывая у кого-то, у наших внутренних аналитиков или у внешних провайдеров. Да, такое тоже бывает. Спрашивают, есть ли стажировки не в летнее время. Да, мы берем стажеров в течение всего года. Просто летом обычно больше, потому что специально прилагаем усилия к тому, чтобы набирать стажеров летом. И для студентов это удобней. Вы не отрываетесь от учебы. И, тем не менее, имеете возможность пройти практику. Спрашивают, где можно получить подробную информацию о всех стажировках в разных компаниях. Я не знаю таких ресурсов, которые бы все объемлющие охватывали, все-все-все возможные стажировки. Но, тем не менее, опять же, на сайте «Я профессионал» есть информация о том, какие компании сотрудничают с этой Олимпиадой, и они проводят стажировки. И есть несколько таких сайтов, которые агрегируют информацию о стажировках в разных компаниях. И на таких сайтах, которые называются работные, сайты, которые размещают вакансии, на них довольно часто публикуется отдельная информация о стажировках. Вы можете зайти на сайт по поиску работы. Там обычно есть фильтр для студентов. Можно посмотреть, какие есть предложения. Там тоже публикуются объявления о стажировках. Будет ли стажировка в Яндексе? Тут ссылка, спрашивают, видимо, будет ли специальная ссылка с информацией о стажировке в Яндексе. Да, эта ссылка есть. Сейчас попробую переключить назад. Коллеги, помогите, пожалуйста, назад переключиться на слайд, где была ссылка на информацию о стажировках в Яндексе еще на сайт назад. Да, вперед, 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 вперед. Да, вот здесь. Спасибо. Вот ссылка, где вы можете получить информацию про стажировки в Яндексе. Здесь вы найдете информацию о стажировке для технических специалистов, для разработчиков и аналитиков. Если это не ваша специальность, то вы заходите просто на сайт яндекс.ру, в раздел «О компании». Там есть вакансии, в том числе и для стажеров других специальностей. Давайте промотаем, пожалуйста, вниз вопросы. Спрашивают, бывают ли удаленные стажировки по интернету для того, чтобы совмещать с учебой. Ну, у нас, к сожалению, нет. И, если честно, я не знаю компаний, которые бы массово брали на стажировки студентов в таком удаленном формате. Почему? Потому что, ну, стажировка – это не просто способ так пофрилансить или попробовать себя в решении каких-то задач. Это еще и возможность окунуться в рабочую атмосферу, познакомиться с коллегами. Ну, а для работодателей – это возможность посмотреть вас, попробовать вас в решении каких-то рабочих задач, в том числе посмотреть на то, как вы общаетесь с коллегами, как вы коммуницируете, как вы берете какие-то новые задания. Поэтому, ну, обычно все-таки стажировки организовывают в очном формате. Чтобы было проще и удобнее совмещать с учебой, повторюсь, что во многих компаниях, в Яндексе в частности, есть такой формат, как летние стажировки или стажировки в зимние каникулы, когда вы можете прийти, не отрываясь от учебы, попробовать пройти практику. Ну, то есть это очень распространенный формат, поэтому не стоит дилеммы бросить учебу и идти практиковаться или нет. Нет, конечно, мы за то, чтобы вы уделяли достаточное время вашей учебе в ВУЗе, выполняли всю учебную программу, посвящали нужное время занятиям, поэтому мы предлагаем возможность пройти стажировку в том числе и в каникулы, например, летом. Ребята, есть еще какие-то вопросы? Пишите, пожалуйста. Давайте наверх промотаем. По-моему, был вопрос про конкретные сроки стажировок. Да, спрашивали, есть ли сроки прохождения летней стажировки. У нас сейчас уже идет отбор стажеров на летнюю стажировку. Начать вы можете тогда, когда вам будет удобно, когда у вас закончится ваша учебная программа. И стажировки летние длится весь летний период, все три месяца. А дальше уже зависит от того, когда у вас сессия, когда вы освободитесь от своих учебных занятий. Есть ли еще какие-то вопросы? Давайте промотаем вниз, посмотрим. Спрашивают здесь человек, который уже проходил успешно все собеседования, не смог принять участие в стажировке. Нужно ли в следующий раз проходить по-новому? Скорее всего, некоторые части испытаний вам не нужно будет проходить по-новому. То есть, скорее всего, это будет такая более ускоренная процедура, если уже вы прошли все испытания в прошлом году или когда-то раньше. Если на одно направление не взяли на стажировку, можно ли пробовать другое направление? Да, можно и нужно. Это справедливо не только для Яндекса, но и для других компаний. И точно так же, например, устроена работа с кейс-чемпионатами. Если, например, ваша команда не вышла в финал, или вы лично не смогли принять участие в кейс-чемпионатах, это не значит, что вы не можете пробовать еще раз. Даже если вы подали заявку, вы можете пробовать прийти на стажировку, можете пробоваться еще раз в другое дело. В этом отношении нет никаких барьеров. Все время нужно пробовать. Более того, если вы подались на стажировку, например, в этом году, но не прошли какие-то отборочные испытания, это значит, что вы можете сделать выводы получше, подготовиться и в следующий раз подаваться уже, понимая, что от вас ожидают и понимая, как вам можно подготовиться, какие знания вам нужно будет продемонстрировать. Есть ли еще какие-то вопросы, ребят? Есть вопрос, имею диплом специалиста по менеджменту, переподготовку по бухучету, работаю три года в рекламе и консалтинге, сейчас учусь в магистратуре по HR, и есть удостоверение о повышении квалификации в маркетинге соцмедиа, на какую вакансию можно рассчитывать в Яндексе. Ну, смотрите, тут вопрос, что вам интересно, у вас достаточно такой широкий багаж разносторонний с точки зрения вашего обучения, вы можете пробовать пойти на стажировку в маркетинге, у нас есть достаточно большой отдел социальных медиа и СММ, можно там, и у нас есть отдел по работе с персоналом, это HR, тоже мы приглашаем, вам будет легко, например, подбирать маркетологов с таким профилем. Проводится ли проверка знаний по выбранному направлению на этапе отбора? Для технических специалистов, да, проводится проверка знаний, теоретические знания, умение решать задачи знаний алгоритмов и знаний языков программирования, это требуется. Для других специальностей не требуется, ну, то есть вас не будут проверять, например, насколько вы хороший рекрутер, когда вы придете на стажировку в отдел персонала, скорее у вас будут проверять навыки коммуникации, умение критически оценивать информацию, которая вам представлена, умение анализировать, ну, то есть это скорее какие-то будут общие ваши навыки, чем знания в предметной области, потому что, ну, всем понятно, что вы студенты, и у вас нет еще практического опыта работы в этой сфере. Спрашивают, существуют ли в Яндексе стажировки для переводчиков. У нас массово, скорее, не существует стажировок именно для переводчиков по переводу. У нас есть свой переводной отдел, у нас есть отдел, который занимается словарями. Там, скорее, могут быть стажировки для лингвистов, но это не переводческая работа, нужно понимать. То есть если у вас образование переводчиков, то вы можете найти себе применение в Яндексе, но в чистом виде переводами мы таким образом не занимаемся и не привлекаем людей на стажировки для того, чтобы они что-то переводили. Какое минимальное количество задач необходимо решить для успешного прохождения технического задания? Это зависит от того, на какую вакансию вы подаетесь. Там есть разный набор заданий. Самое главное для технических специалистов – это прохождение секции, такого испытания, связанного с решением задач на алгоритмы. Это самое важное испытание. Обычно там две задачи. Но, опять же, повторюсь, что бывают немножко разный набор в зависимости от специальности. Спрашивают вопрос, который уже задавали. Можно ли второй раз пробоваться, если первый раз вы не прошли отбор? Да, можно и нужно, но теперь вы знаете, как лучше подготовиться, и, пожалуйста, сделайте это, чтобы не повторить прошлых ошибок. Спрашивают, до какого числа открыта регистрация на стажировку. У нас регистрация сейчас открыта, и она открыта более-менее постоянно, потому что у нас не только летние стажировки проходят. На летнюю стажировку чем быстрее вы подадитесь, тем лучше, но так у нас не закрывается набор на стажировку. Спрашивают, сколько времени дается на прохождение испытаний. Опять же, зависит от испытаний. Есть те задачи, которые вам нужно будет решить в реальном времени, есть те задачи, которые вам нужно будет решить условно дома. Мне кажется, вопросы кончились, да, ребят? Если еще у кого-то остались вопросы, пожалуйста, пишите, пишите в чат, спрашивайте, у нас есть еще немножко времени. Ну, похоже, вопросы закончились. Я хочу вас поблагодарить, еще раз призвать всех участвовать в стажировках. Если вы придете в Яндекс, мы будем очень рады. Если вы пойдете в другие компании, то тоже классно. Меня спрашивают, устарелись ли я в Яндекс после стажировки. Нет, я пришла в Яндекс не очень давно. Я приходила студентам на четвертом курсе в другую компанию. Это компания Danone, и я очень признательна этой компании, что она брала студентов, и, в общем, так я смогла начать свою работу в большой компании. Спасибо, ребят. Участвуйте в стажировках, набирайте опыта для того, чтобы более осознанно выбрать свою специальность, и потом проще устроиться на работу и выбрать действительно работодателя вашей мечты. Приходите, спрашивайте, участвуйте. У вас есть в записи мои контакты, можете писать мне напрямую. Удачи вам. Спасибо.